Привет всем! На старте марафон наш теледневник спортивной жизни в Воронеже. Сегодня в выпуске. Смотрите! Последние месяцы легенды в Воронеже объявили торги на проектирование, демонтажа и последующие реконструкции Центрального стадиона профсоюзов. Начальная цена 585 миллионов рублей. Хватило полминуты. Наша спортсменка Анна Злобина победила на первенстве России по борьбе среди девушек до 18 лет. В финале Анна уложила на лопатки соперницу из Санкт-Петербурга всего за 38 секунд. Шансы на медали. Воронежские волейболисты пробились в финал шести. В высшей лиге «Б» на предварительном этапе сезона наша команда заняла пятое место. Но догнать тройку лидеров вполне реально. Об этом и многом другом в течение ближайшего часа. Но сначала о хоккее. У Бурана в новом сезоне будет новый главный тренер. Альберт Логинов и Сергей Душкин с ураганами попрощались. В бой воронежских хоккеистов дальше поведет Алексей Медведев. Нынешний сезон он начинал в Новокузнецком металлурге. А до этого возглавлял пензенский «Дизель». По итогам регулярного чемпионата команда под его руководством поднялась на высокое четвертое место. Но в розыгрыше Кубка Петрова уступила в 1-8 финала Таросу. В качестве игрока новый наставник Бурана выступал за Металлург, Северсталь, Салават Юлаев, Динамо, Сибирь и Югру. В послужном списке Медведева званием чемпиона России и бронза КХЛ. Помогать специалисту в воронежской команде будут тренер по нападающим Евгений Сафронов, дважды бронзовый призер чемпионата России, вице-чемпион страны, чемпион Белоруссии, обладатель Кубка Гагарина, тренер по защитникам Филипп Метлюк, перешедший из нововоронежского протона, а также тренер по вратарям Вячеслав Седов и тренер по физподготовке Александра Буйницкий. При этом договор Бурана о спортивном сотрудничестве с Северсталью продлен на новый сезон, не будет. Скорее всего, ураганы дальше будут без партнеров в КХЛ. Воронежские игроки до 19 апреля планируют тренироваться на льду юбилейного, а потом до июля отправятся в отпуск. Де-факто хоккейный сезон в нашем регионе уже завершен. Последними борьбу за награды закончили парни из Боброва. Они сражались за выход в полуфинал Национальной молодежной лиги. Причем только в противостоянии нашей команды и хоккеистов Тамбова выяснение отношений растянулось на максимально возможные пять матчей. Серия получилась очень драматичной. Жаль лишь, что завершилась она не в пользу Боброва. Слово Ольге Шповаловой. Для юного поклонника хоккея Захара Межова игры любимой команды «Эко Нива Бобров» в последнее время стали настоящим праздником. Так что после Нового года он старался не пропускать ни одного домашнего матча. «Мне болею относительно недавно, наверное, может месяца три. А болею я разду, потому что люблю их очень. Команду очень люблю в пенсии». Специально для поддержки хоккеистов Захар купил барабан. А свитер ему подарила команда. Поддержка болельщиков была очень важна для Боброва в домашних четвертьфинальных матчах Кубка регионов. Ведь противостоял нашей команде действующий обладатель трофея Тамбов. В родных стенах на старте серии он оформил победный дубль. Сначала добился успеха со счетом 7-2, а затем 4-2. «Возможно, давно не играли, просто чуть-чуть потеряли ритм. Ну и, может, сказалось, что не было болельщиков, какая-то атмосфера, немного пропала. И много ошибок сами допустили. Пропустили такие голы, в которых виноваты были сами». Волкам для выхода в полуфинал оставалось отпраздновать всего лишь одну победу. Но одерживать ее теперь уже надо было в Боброве. К счастью, наша молодежь в родных стенах не дрогнула и вернула серии интригу. Уже в стартовом отрезке первой встречи зрители увидели предельно собранную и организованную команду, которая то и дело осаждала ворота Тамбова. Усилия не прошли даром. На 17-й минуте Никита Петранин счет открыл. А спустя всего 28 секунд Иван Сырыщев забросил в ворота гостей вторую шайбу. «Вышли немножко расслабленные. Первый период полностью провалили. Контроль был под Бобровом. Полностью забили нам по голову быстрый». Впрочем, уже во втором периоде ситуация на льду изменилась. Хоккеисты Боброва чуть было не перечеркнули все свои старания, заработав сразу 8 минут штрафа. Титулованный противник таким подарком, конечно же, воспользовался. На 26-й минуте в большинстве Никита Григорьев одну шайбу отыграл. Но не прошло и полминуты, как хозяева снова восстановили былой отрыв стараниями Максима Киселева. И все же на 35-й минуте Семен Просвирнин вновь сократил отставание Тамбова до минимума. А следом Илья Свириденко восстановил паритет 3-3. Статистика второго периода была красноречива. Гости за 20 минут нанесли 15 бросков в створ ворот. Хозяева всего лишь два. Наша команда очень плохо начала первым периодом, но благодаря, я считаю, нашей поддержке, она ее обидно не тревога. И парни нашли свою волну и странили счет. Надеемся, что наша команда заберется в наш матч и мы выйдем на вторую. Ну, тоже самое, немного, может, расслабились, просто почувствовали, что можем, как бы, можем выигрывать. И где-то на этом сыграло то, что подумали, что в порядке. Ну, сразу отыгрались и потом пришлось нам отыграться. К счастью, впереди у наших хоккеистов было еще очень много времени. Так что ничейный счет на табло никого из болельщиков Боброва не огорчал. Нужно сегодня победить и завтра. Ну, вот, команда сильная, мы болеем. Я точно так же, как и папа, хочу, чтобы они победили, забили, чтобы был счет миллиард. Ну, не миллиард, в нашу пользу, чтобы счет. Ну, чтобы мы выиграли. Конечно, выиграют. Они должны вообще всегда все игры выиграть, потому что тут играет наш город, Бобров, как называется, наш город. Ну, а нам не нравится, потому что тут хороший братарь, хорошие игроки. И вот и все, она. Третий период матча начался с быстрого гола в большинстве Ильи Свириденко. Он оформил дубль и впервые в игре вывел Тамбов вперед. Правда, лидировали чемпионы недолго. Уже через пять с половиной минут хозяева застали врасплох гостей после броска Олега Никитина. А чуть позже его примеру последовал Павел Савченко. И все-таки нервную систему своих болельщиков хоккеисты Боброва продолжили и дальше проверять на прочность. За 28 секунд до конца основного времени в формате 6 на 5 Илья Свириденко в третий раз поразил ворота хозяев и перевел игру в овертайм. После первого периода собрались, поговорили в раздевалке, что нужно добавлять активнее, играть в тело. Вышли, результат положительный, выжить даже вперед смогли. На 66-й минуте шайба наконец-то снова нашла дорогу в ворота гостей, вызвав ликование публики. Но судьи, посмотрев видеоповтор, гол не засчитали из-за игры рукой. Тут ни у них не получилось, ни у нас. Как бы равна, команда равна. То есть моменты, что они создавали, что мы одинаково. В результате без булитов в этой встрече не обошлось. Главной звездой хоккейной лотереи суждено было стать Максиму Киселеву. Только он смог поразить цель и таким образом вернуть Бобров в борьбу за полуфинал. Бобулитов не наши сегодня удачи. Мы смогли выиграть. Не расстраиваемся, на завтрашнюю игру готовимся, будем побеждать. Однако в матче на следующий день гостям также не удалось одержать победу. Бобров вышел вперед на 14-й минуте. После точного броска Александра Корнева. А на последней минуте стартового периода соперники обменялись голами. Сначала был точен игрок Боброва Иван Сырыщев, а потом Егор Егоров из Тамбова. Я думаю, наши победят. Я на это надеюсь, чтобы они выиграли. Если наши лучше немножко поднажать, то я думаю, они сегодня выиграли. Второй период запомнился болельщикам массой удалений и двумя шайбами. На экваторе матча своих фанатов порадовал Никита Забелин. А за 45 секунд до перерыва при игре в большинстве сократил отставание Илья Свириденко. Хорошая команда борется, много бросает, в тело хорошо играют. Держала в напряжении всех поклонников хоккея и заключительная треть матча. На 48-й минуте большинство Боброва реализовал Павел Савченко и сделал счет 4-2. Но без нервной концовки снова не обошлось. За одну минуту и 10 секунд до сирены Никита Григорьев смог сократить отставание Тамбова до минимума. Благо, на большие его команды в этом матче все же не хватило. Подопечные Александра Крысанова победили 4-3 и сравняли счет в серии. Судьба путевки в полуфинал решалась 1 апреля в Мичуринске. Естественно, соперникам в этой встрече было не до шуток. Первый период матча прошел без заброшенных шайб. А вот в начале второго хозяева, по сути, гарантировали себе продолжение сезона. Тамбовчане за три минуты трижды расписались в воротах Боброва. Две шайбы на свой счет записал Никита Григорьев и одну Александр Полушкин. Наша команда сопротивлялась, что было мочи, но отыграться так и не смогла. За пять секунд до второго перерыва Ефим Жданов закрыл на табло последний ноль. А на 51-й минуте Павел Савченко установил окончательный результат – 3-2. Тамбов продолжает борьбу за второй титул чемпиона молодежной лиги. А вот для Боброва сезон завершен. Надеемся, через год наша команда обязательно возьмет у волков реванш. И точно окажется с медалями. Далее о футболе. Торги на проектирование, демонтажа и последующие реконструкции Центрального стадиона профсоюзов объявлены правительством Воронежской области. Начальная цена – почти 585 миллионов рублей. Стоит отметить, что в России проектированием подобных аренд занимаются всего три организации. Московский научно-исследовательский институт промышленных зданий, Питерская компания инжиниринговых технологий, а также проектный институт «Арена». Как раз последний представил на суд областной архитектурной комиссии концепцию нового стадиона. Рассчитан он на 25 тысяч мест. Будет чисто футбольным, без беговых дорожек. Входные группы предусмотрены с улиц Чайковского и Фридриха Энгельса. А главное – архитектурный ансамбль нового объекта должен гармонично вписаться в облик центральной части города. Начальная стоимость проекта, объявленная региональными властями, считается достаточно скромной. Аналогичные проекты в городах-миллионниках, где строили стадионы к чемпионату мира, оценивались от 700 миллионов и выше. Но правительство области рассчитывает, что торги пройдут успешно. Проектом займется ответственный и квалифицированный подрядчик. И новая современная арена появится в столице Черноземья в кратчайшие сроки. Во вторник в программе «Футбол-губернии» не пропустите все о воскресном матче «Факела» против ЦСКА. Ну а пока о детях. В эти выходные стартовал новый сезон юношеской футбольной лиги в Центральном дивизионе. Турнир будет состоять из трех возрастных групп. Наш регион в общей сложности будет представлен сразу шестью командами. По три – от Академии «Факела» и Академии «Динамо». В какой форме и с каким настроением юные футболисты подошли к старту нового сезона – в специальном репортаже марафона. Для этих мальчишек нынешний сезон особенный. Они впервые стартуют в юношеской футбольной лиге в группе «Центр». Наш дивизион самый представительный по количеству команд в нынешнем году. За медали будут бороться воспитанники 16 спортивных школ и академий, в том числе Воронежской Академии «Динамо». Ну, я, честно, ребятам по-хорошему завидую, потому что это шаг в профессиональную жизнь футбольную. В таком юном возрасте для них открывается супергоризонт, где они могут полностью проявить себя в конкурентной среде. Они будут играть с лучшими командами в центре, не только центрально-черноземного региона, но и соседних областей. Они будут конкурировать, и для них это важнейший этап развития карьеры. То есть турнир долгосрочный, и он предъявляет требования для подготовки к каждой игре. Не просто недельный турнир, где мы выезжаем, а на протяжении всего долгого пути они должны будут готовиться от матча к матчу. И требования не только на футбольном поле, но и в быту. Они должны следить за режимом сна, за питанием. То есть это настолько серьезный шаг для них. И я верю, что они к нему готовы, и что они сделают его уверенно. Подопечные Евгения Шарапова дебютируют в юношеской футбольной лиге. Футболисты 2009 года рождения впервые смогут проявить себя в этом престижном турнире. Впрочем, в ЮФЛ-центр мальчишки из Динамовской академии заходят с неплохим багажом наград за спиной. Футболисты, действующие чемпионы зонального этапа первенства СФВ-центр. К тому же в прошлом году они выиграли золото летнего первенства в Воронеже. И естественно, мальчишки очень хотят к этим наградам добавить золото в ЮФЛ. Мы сейчас больше делаем упор на стандарт, то есть угловые, ауты. Потому что в последних играх у нас это хромало, но сейчас вроде бы мы подправляемся. И тренируем пока что ауты и стандарты. Потому что ребята наслаждаются футболом. То, что мы пытаемся прививать, это наслаждение. Прежде всего, это игра. Футбол это игра. Они должны получать удовольствие. Они должны раскрывать весь свой потенциал. Креатив мы требуем. Мы не хотим загонять их в какие-то оборонительные схемы. Нет, креатив полный. Они должны показывать свои лучшие качества. Но в то же время в единоборствах они не должны уступать. Это мы прививаем. Футбол состоит не только из атакующих действий, но приходится обороняться. И в этой фазе игры ребята тоже стараются. Я всегда говорю, что выходя на футбольное поле, нужно отдавать силу на себя. Потому что трибуны на родные, близкие, болельщики, которые переживают за нас. И для них это очень важная мотивация. Поэтому они, в принципе, по характеру неуступчивы. И в то же время в атакующих действиях очень креативны. Поэтому, на мой взгляд, они должны себя проявить. Впрочем, и тренеры, и футболисты прекрасно понимают конкуренция. В ЮФЛ-центр будет серьезной. К тому же вырастет нагрузка. Ведь по ходу сезона порой командам придется проводить сразу по три игры в неделю. Да, серьезнее. Там команды другого уже уровня. Там подготовка тоже другого уровня. Мы с несколькими командами уже играли, уже встречались. Но видно, что они уже готовы к этому турниру тоже. Говорите о Лука, ведь о том, что результат совсем не важен, важно только развитие. Конечно, нет. Но, говоря о результате, мы не можем сбрасывать со счетов то, как развивается тот или иной спортсмен. У нас есть задача подготовить футболистов к профессиональному футболу. Если играть только на результат, в мое глубокое убеждение этого сделать никак не получится. Потому что ставятся другие задачи спортсменам в играх, когда играет на результат. И затем через год, два, три это всплывет. От этого никуда не уйти. Поэтому мы ставим перед собой сразу одновременно две задачи. Это и спортивный результат, и подготовка профессионального спортсмена. Год назад Воронежская академия «Динамо» дебютировала в ЮФЛ-центр и сразу же стала обладателем золотых наград. Их выиграли мальчишки 2008 года рождения. Тот успех для лидеров команды стал настоящим трамплином. У нас два мальчика 2009 года рождения, которые принимали участие в ЮФЛ-центре в составе команды 2008 года. Сейчас находятся в московском «Динамо». Уже играет в федеральном ЮФЛ. Один мальчик 2008 года рождения также. Это Иван Важнов 2008 года, Геннадий Лещов и Александр Хриянов 2009 год. Вот три футболиста у нас сейчас находятся в составе московской команды «Динамо». Одни играют в ЮФЛ в федеральном центре. В ЮФЛ-1, нет, в ЮФЛ-2 и в ЮФЛ-3 они играют. Поэтому да, для них это был прям, вот конкретно этот турнир был шагом на следующий этап. Естественно, динамовцы столицы Черноземья постараются планку удержать и снова выиграть медали высшей пробы. Академия будет представлена во всех трех дивизионах, а принимать соперников она снова будет в Нововоронеже. Местный стадион успел стать для «Динамо» еще одним домом. Да и болельщики у команд в городе «Атомщиков» уже тоже появились. Приходят местные ребята из спортивной школы, приходят местные команды, там хоккейные есть коллективы, кто проводит сборы. Стал родным, ну, Воронеж, конечно. К сожалению, в Воронеже мы не имеем возможности принимать участие. Да, конечно, стал родным и сейчас с нетерпением ждем. Конечно, хотелось бы больше зрителей и местных, и, ну, помимо родителей, там, да, и наших младших ребят, которые приезжают, организуем их поездки, чтобы они поболели. Но хотелось бы, конечно, больше внимания, но ЮФЛ делает в этом направлении мы тоже. Шаги, как бы, зрителей нужно привлекать детско-юношескому футболу. Хотя в нашей стране, на мой взгляд, над этим еще стоит работать и работать. Первыми соперниками для команд Академии «Динамо» станут ребята из «Химок». А уже 17 апреля всех нас ждет в Воронежское дерби. «Динамовцы» примут мальчишек из Академии «Факела». Для «Огнеопасных» это будет уже третий сезон в ЮФЛ «Центр». И снова в задачах перед командами и их наставниками награды стоят не на первом месте. Нет, ни в коем случае не медальные, это не наша будет история. А вот прогресс, развитие – это вот как раз вот этот сезон. Я надеюсь, что у нас будет показательным таким, потому что у нас еще заходит девятый год, то есть третья команда в Академии. И поэтому уже большее количество детей мы можем смотреть, видеть и анализировать. Вот уже третий год будет выступать в ЮФЛ «Центр» команда Игоря Гладышева. Его воспитанники 2007 года рождения в нашем городе пока самые опытные участники турнира. Подготовка идет полным ходом. Мы после сезона отдохнули порядка трех недель и все, и в работу полностью. Много неизученных тем, еще много забываемых тем, поэтому здесь как бы работа не останавливалась, скажем так. И прям чтобы конкретно мы, ну, понятное дело, отчитываем дни, да, но чтобы прям конкретно-конкретно, ну, как-то вроде бы нет такого. Первый сезон в ЮФЛ «Центр» ребята из Академии «Факела» завершили с бронзовыми медалями. В прошлом году стали серебряными призерами. Естественно, в нынешнем году все мысли у команды только о золоте. Смысла нет участвовать в турнире, если не рассчитывать на победу. Конечно же, мы рассчитываем на победу и будем стремиться сделать все для этого. Ожидаемо, лидеры коллектива Игоря Гладышева по итогам двух прошедших сезонов пошли на повышение в молодежную команду «Факела». Они уже вовсю блистают, там забивают важнейшие мячи в ворота соперника. Понимаем, что ребята, которые прошли ЮФЛ, они сейчас в молодежке. Может быть, где-то как-то и не доподготовлены они, да, но все равно это шаг, то есть тот лифт, который мы как бы запланировали, он работает реально. Вот это любому футболисту молодому, это показатель. Вот в Академии «Факел» у нас есть ЮФЛ-3, да, ЮФЛ-2, ЮФЛ-1, и вот она молодежка. А можно и раньше туда попасть. То есть я считаю, что это абсолютно правильно и логично. За сверстников, перешедших в «Факел-М», ребята из команды Игоря Гладышева только рады. Я не могу сказать, что нас сильно ослабили, да, у нас забрали игроков в молодежку, это круто, это похвально. Ну вот у нас будет шанс для запасных, которые участвовали в втором сезоне, в первом сезоне, будут показать себя в третьем. Много слухов, разговоров, да, что у многих команд лидеры переходят, да, кто в молодежку. Кто еще, вот я посмотрел, сегодня с «Динамо» играли в «Факел-М», да, и там тоже вот седьмого года ребята из «Динамо», с которыми мы встречались здесь на турнире, в «Флатинамо» арене, то есть там тоже переходят с седьмого года, ребят. Поэтому во всех командах. Но я не думаю, что переход лидеров – это шанс для других стать лидерами и получить игровую практику, игровой опыт. Конечно, несмотря на кадровые изменения, все в «Академии» снова ждут от команды Игоря Гладышева яркой игры и побед. В большей степени вот третий год, в общем-то, выстроена сама система подготовки. Именно в этой команде тренер не менялся, он идет, получает опыт. Естественно, этот опыт передает тем ребятам, которые приходят. Игры контрольные, на самом деле, так показывают, что, в общем-то, никаких противоречий нет в этой группе. С нетерпением ждут начало нового сезона и подопечные Павла Мазурова. Год назад огнеопасные футболисты 2008 года рождения остались без наград. Сезон тот получился не из простых, но он точно команде пошел на пользу. Тот опыт, который приобрели мы, да, за счет него мы стали, я думаю, сильнее. И, ну, сбалансировалась команда, да, некоторые ребята добавились, нас усилили. Вот, добавить где-то нам ротации, где-то свежести, конкуренции внутри коллектива. Поэтому, я думаю, здесь в этом плане определенно сильнее стали. Можно сказать, что мы сейчас начинаем работать над стандартами, идет больше такая подготовительная часть. А по большей степени мы работаем весь сезон постепенно. То есть циклами неделя, там, например, оборона, неделя атака и тому подобное. Мальчишек, успехи, ребят на год старше очень вдохновляют. Им тоже хочется как минимум оказаться в медалях. А лучше сразу в золоте и стать первыми в Академии Факела чемпионами. ЮФЛ Центр. Провели много работы уже и жаждем уже вот этих вот игр официальных. Соскучились уже по вот этим выездам, домашним играм. На натуральном поле уже хочется поиграть. Команда, в принципе, готова. Мы провели очень хорошие товарищеские матчи. И думаем взять ЮФЛ Центр. Я думаю, этот сезон, вот именно ЮФЛ 2, да, по 2008 году будет самая такая конкурентная лига среди трех, да, вот этих возрастов. Так как 2007 год уже многие команды лучших игроков там передали куда-то, да. Да, у нас очень большая часть молодежь ушла. Вот, 9-й год это все-таки дебютанты, да, как и мы в прошлом году. Они еще не знакомы с этими реалиями, куда они попали, пока привыкнут. А 8-й год, да, уже прошлый год провели, возмужали. И я думаю, это будет самый такой из этих трех возрастов, самый накал борьбы будет именно в этом возрасте. И, само собой разумеется, будет представлена Академия Факела в турнире футболистов 2009 года рождения. Здесь в честь огнеопасных будут защищать подопечные Артема Пустовалова. Вы знаете, в каждом возрасте есть перспективный футболист. Ну, я просто так это конкретизирую. Один, два, три, четыре есть в каждом возрасте. Для них сложность будет, я думаю, я думаю, что будет сложность чисто психологическая. Потому что все-таки уровень соревнований в UFL, да, он достаточно высок. И в плане мотивации, в плане подготовки, правильной подготовки к каждой игре. Плюс длительный период времени, да, нужно держать концентрацию. Потому что каждую неделю игры, соответственно, надо восстановиться после игры. Естественно, нужно подготовиться к следующей игре и выйти показать качественную игру. Вот, поэтому вот здесь, я думаю, что будет в большей степени психологический такой момент, когда будет сложно. Вот, ну, я думаю, справимся. Как и динамовцы, ребята из Академии Факела откроют сезон домашними играми. Они примут на стадионе локомотив сверстников из Тамбовской Академии Футбола. В целом же, нынешний сезон будет состоять из двух кругов по уже привычной схеме и продлится вплоть до середины октября. Верим, что за воронежские команды нам стыдно не будет. И мы будем искренне радоваться каждому успеху наших футболистов из Динамовской Академии и из Академии Факела. От футбола. Сегодня перейдем к волейболу. Парни из воронежской команды «Кристалл» Черкизова провели заключительные матчи предварительного этапа чемпионата высшей лиги «Б». Избежать поражений подопечным Дмитрием Митрофановым, к сожалению, не удалось. На туре в Майкопе в субботу вечером представители столицы Черноземья уступили местному «Динамо» МГТУ своему соседу по турнирной таблице. Зато в первой встрече этого соперника воронежцы обыграли. К тому же они оформили победный дубль в матчах с краснодарцами. Таким образом, предварительный этап нынешнего сезона воронежские волейболисты завершили на пятом месте, одержав в 40 матчах 25 побед. Далее «Кристальных» ждет турнир шести сильнейших матчей. Первая круга состоятся с 15 по 21 апреля в Обнинске, а вторая – с 6 по 12 мая в Каспийске. Все набранные командами очки на предварительном этапе в играх между собой будут учитываться и в финале. У Дагестана на данный момент 39 побед, у Обнинска – 31, у Грозного – 30, у Текстильщика – 27, у «Кристалла» – 25, наконец, у «Динамо» МГТУ – 22. Об итогах предварительного этапа и о планах на финал мы поговорили с главным тренером воронежской команды Дмитрием Митрофановым. Дмитрий Геннадьевич, можно я прям сразу в лоб спрошу? Предварительный этап закончился, вы на пятом месте. Каково это с вашими амбициями, с вашим интересом борьбы за высокие места ощущать себя только пятой командой предварительного этапа сезона? Вот, мы только пятая команда и только предварительного этапа этого сезона. Ну, понимаете, в начале любого сезона ставятся определенные задачи, да, есть задача максимальная, есть задача постепенная, которую надо решать, чтобы прийти к этой цели, да. То есть у нас была предварительная задача – это попасть в финал. Мы же играем сейчас в финале, в финал шести команд, да, с очками, да, с очками. Вот, так сложилось, что мы сейчас находимся на пятом месте. То есть отрыв у нас от шестого места – это три победы, нам не достает до четвертого места две победы. До третьего – пять. До третьего места – пять побед. То есть в финал у нас играется – это десять игр, вот, где мы будем, естественно, однозначно будем бороться за место, ну, как минимум подняться хотя бы на одну позицию. Хотя бы на одну позицию, потому что я прекрасно понимаю, что то место пятое, как цифра, она лично меня, как тренера, она не устраивает. Но еще раз я повторю, что мы вошли в финал, в финал шести, вот, с учетом, я опять, что в этом сезоне, например, мы дожили до того, что у нас всего лишь три приглашенных игрока. Три человека, которого мы пригласили, из которых капитан команды Николай Каревш, он играет третий сезон у нас в команде, третий год играет у нас в команде. То есть практически как бы, ну, своего не могу его назвать, да, но это игрок, который вот уже зарекомендовал себя. Да, да, почтился, тем более капитан команды. То есть этот человек, не который просто так фрагментарно появился, у нас таки были ряд игроков, появился сезон и пропал. То есть он постепенно здесь, в Воронеже, уже как бы, ну, можно сказать, оседает, да, в кавычках себе брать. Вот, мы взяли Дмитрия Ситникова, интересный парень 2001 года, из города Сочи играл за Ростов. Своим уже стал? Что? Своим уже стал? Нет, ну, первый год, своим нет. И третий игрок, это Андрей Кружков, 2005 года, из Новочеркасска, воспитанник Одинцовской системы волейбола. То есть вот опять, понимаете, как брать свой, не свой. Парень в этом году заканчивает УОР Одинцовский и планирует поступать к нам в Воронежский государственный педагогический университет. То есть опять, мы берем ребят с перспективой оставлять их, если молодежь, на несколько сезонов развивать его. Вот и все. Это я просто говорю, что вот мы остальные, это вся наша гвардия. Пусть она есть и старая, как Гулевич Денис, да, но у нас и ряд молодых игроков. Олехин 2006 год, Зеликов 2005 год, Беловин 2006 год, Олехин вообще игрок, который в этом сезоне стал состав 2006 год, играет по высшей лиге Б. То есть если мы берем срезы, да, командные, например, то в этом году та же самая команда, например, Дагестан, которая занимает первое место, идет, ну, я считаю... Ну, почти чемпионов. Почти чемпионов, Челик Атаить, безукоризненно. Они выступили на предварительном этапе, прекрасно они выступили. В концовке они там дали два сбоя, у них там были небольшие трудности, они там проиграли одну игру, 3-2 сыграли, так-то они вообще проходили. Ну, команда-то по возрасту, посмотрите, то есть как бы уровень-то уже возрастной ценз, то есть 87, 90, 91, 96 возраст, да, мы берем. Год рождения. Год рождения, прошу прощения. Год рождения, то есть как бы игроки, то есть там 2006 года мы не видим игроков, может быть они есть, но это не составит и так далее. То есть подальше потом по понижению берем... Ваши пацаны в сыновьям некоторым годятся. Да. Берем один Обнинск, то же самое, каждый год новый сезон в этом году, опять новые команды обновились, опять. Берем Иваново, опять подтягивает людей, скажем так, не школьников вчерашних, а уже обыгранных в молодежных лигах, в чемпионатах России. Тот же Грозный, который в прошлом сезоне проиграл практически этим же составом, высшую лигу А, и позапрошлый сезон тоже. И как бы мы вот идем сейчас на пятом месте. То есть если брать вот объективную... То есть это наше место? Нет. Наше место первое. Вот понимаете, всегда должно быть, в всяком случае стремление должно быть первое место. Вот. Просто к чему? Без не брать объективную картину. То есть впереди какие команды идут? Две республики. Республиканского команды уровня. То есть это республика Дагестан, Чеченская республика. Две команды, которые, скажем так, и имеют определенные финансовые возможности для приглашения игроков. То есть мы так не имеем. Мы строим на своих игроках. Для усиления мы приглашаем. С перспективы, как я сказал, есть возможность. Можете оставить сюда. Вот. И мы идем, получается, вот после них практически пятый. За нами идет команда республики. Тоже. Адыгея. Майкоп. Майкоп. Это команда республики. То есть, понимаете, не региона, а именно республики. И дальше пошли уже понисходящий ряд команд. Как то республика Абхазия, которая в этом сезоне пришла. Ставропольский край. Тоже очень большой регион. Вы понимаете? И команда интересная, мне кажется. Вы объемы понимаете регионов, да? То есть, эта область побольше нашей будет. Краснодарский край, большая область. Тюменская, это вообще громадная. Там три суперлиги играют. Три команды суперлиг играют в Тюменской области. Понимаете? Вот. Я просто к чему говорю, что вот как бы такая вот картинка. Поэтому амбициозность, естественно, нашей команды всегда есть. У меня у тренера, я считаю, что в первую очередь должна быть на более высокой позиции. Если быть реально объективно, могли быть выше. Могли быть выше. Могли быть выше, да. На данный момент четвертое, третье место при этом этапе можно было постараться. Но опять, у нас, понимаете, такие ситуации были, что, например, в тот же самый Грозный на тур, очень серьезный, мы поехали в усеченном составе, травмы игроков. Ну да, в этом сезоне мы с вами уже шутили, что не тур, то форс-мажор. Слава Богу, что вот понимаете, после нашего разговора еще прошло побольше. И вот на самом деле подряд три тура, я даже ничего не хочу говорить. Да, есть травмы такие, но такого не было страшного. Вот, поэтому мы проиграли очень плохой тур, сыграли. И именно опять с этими же командами мы сыграли в Ростове, где мне полкоманды болело. У меня игрок с температурой 40 градусов ходил играть. Ну вот такая бывает ситуация. Это была осень. Ну вот просто все совпало, понимаете. Вот бывает, как это совпадает, когда вот все совпало, чтобы ты выиграл. Да, вот мы приехали, например, на тур в Обнинск. Мы обыграли команду. Обыграли хозяев первый день, мы обыграли первую игру хозяев, понимаете. Вот все совпадает так. Вот бывает, что победить, тут не просто нужно одно желание и возможность. У нас все совпало. Вот получилось так, что вы поехали на тур, когда больные. Этот больной, этот травмированный. Тут то, тут все. Вот все вот так вот, понимаете. Как осьми ложишься, ну 2-3, 1-3 проигрываешь. Приезжаешь сюда, вроде тоже идет, идет, получается сильная команда. И ты понимаешь, что ты по игре их обыгрываешь на данной ситуации. Так же мы и с Ивановым разобрались там же. Это два лидера. Это два были лидера, которые занимали второе и третье место. И считаем мы у них на их площадке, потому что они в паре идут, на их площадке мы забрали у них по победе. То есть это, ну так скажем так, показатель готовности команды, что команда может играть на этом уровне. То есть если она обыгрывает тех лидеров, которые вверху, соответственно, где-то чего-то вот так вот. И я считаю, что могли быть и третьими, и четвертыми. Расскажите мне, в какой форме сейчас находится команда? Накопилась ли усталость? Потому что до первого финального этапа там всего ничего. Как удастся ли команду как-то взбодрить, освежить? Найдете ли силы? Откроется ли второе дыхание на финал? Ну вот сейчас мы играли в Майкопе. Мы сыграли 3-1. Мы с хозяевом... Вы как-то берегли там парней уже под финал, нет? Нет, ни в коем случае. Мы играем на максимум, потому что мы прекрасно понимаем, что Майкоп дышит нам в спину. Ну а Краснодар – это вообще дети? Краснодар – дети, но вы знаете, дети нам трепанули так нервы в первый день, что первая партия – это 25-17. Они нас вынесли просто, как будто мы дети стояли, понимаете? Я не могу сказать, что мы там не настроились, еще что-то. Вот покатило, у них пошла игра. Там подача летела... Вот это самый случай, когда у них все сложилось, да? Да, подача летела, как из пушки, понимаете? Мы разбираем игру, мы смотрим и готовимся, мы понимаем, что за соперник, с кем мы играем, что с ними делать. Ну вот пошло, вот так вот, все, просто вот полетело, полетело. И пришлось включаться. Мы и так играли, ну знаете, вот именно найти такие вот ресурсы в себе. Да, счета следующих партий сказались, они были в обратную сторону. Опросов нет. Вот, ну как бы это хорошо, это урок и показатель, то что, вот, не то, что не расслабляться, а именно, понимаете, держать концентрацию с первого мяча. А не то, что сейчас мы сыграем, 3-4 мяча отпустим, а то не получается. Вот, поэтому никакой силы мы не бережем, мы том составом, кем есть, мы играем. Естественно, мы по разным причинам, у нас не поехали на последний тур Илья Ерохин. Он травмирует, признаюсь честно вам. Есть травмы неопределенные, есть. Он восстановится? Да, сегодня тренировки он уже у нас был. И не поехал Максим Сенцов там по личным обстоятельствам. Эти люди будут на финальном туре. Мы приехали, мы долго добирали, к сожалению, с Майкопа, двое суток. Так получилось, что у нас, ну, мы ехали на поезде с пересадками и так далее. То есть мы приехали только во вторник. В среду дал на восстановление. Сегодня у нас уже первый тренировочный день. То есть где мы берем силы опять? Вот так сложилось, что вот этот цикл, слаблаго, погода позволяет, мы проводим на улице. Сегодня, завтра, послезавтра у меня тренировки на улице. На общую физподготовку. Она не просто дает, понимаете, именно вот те силы. Она дает возможность переключиться и, ну, просто получить другую эмоцию. Не зальную волейбольную, а уличную. Потому что все-таки игровики, они любят играть. Вот сегодня у нас был там кросс, например, беговые упражнения, определенные задания. Футбол, тренажерный зал. Но опять футбол, это игра. То есть те эмоции, они выдали, которые на площадке, а здесь пороскованнее, посвободнее. И отсюда тоже будем брать вот эти вот силы. Плюс, дай бог, говорю, что погода будет сказываться природной. И что получается? Вот мы цикл отработаем, да. С понедельника начинаем уже нашу плотную зальную подготовку. Они сейчас не находятся на таком уровне, чтобы я боялся, что там 4-5 дней они будут без мячей. Это не критично. Сейчас проходит чемпионат города Воронежа среди вузов. Вузы проходят. Они все, практически у меня, 90%, кто у нас наши воспитанники, они студенты вузов. Ну так у вас это практически каждый сезон. Вот сегодня финал. Пед университет или с тех? Два состава. Там и там. Вот сегодня будет у них интересная игра. Дмитрий Инатьевич, а с точки зрения психологии? Все-таки финальный этап сезона. Там слабых команд нет. И как мне кажется, там рассчитывать, что где-то удастся расслабиться, перевести дух, глупо. Это будет 10 мини-финалов. Как вам кажется, ваши пацаны в нынешнем составе, они готовы вот к такому ритму, что нужно 10 матчей отработать от и до? Ну, я повторюсь еще раз. Та основа команды, они уже не то, что в третий финал, это уже пятый наш финал в этом составе. Начиная с 17-го года, за промежутком, который год мы пропустили из-за пандемии. То есть мы играем финальные этапы. То есть здесь, в принципе, есть молодежь, которая в качестве там Олехин, например, тот же самый Зеликов, но они чувствуют вот эту вот поддержку внутри команды. И они прекрасно понимают, что если что-то будет какое-то там, ну даже, понимаете, даже хочу сказать, они не думают об этом, потому что разговоры в команде, в раздевалке, они ведутся именно в направлении вот этого финала. Эта психология, она строится именно изнутри коллектива. Они их подхлестывают, и у них не может быть других мыслей. Как вот говорить, что вот они могут, ну, например, там, знаете, где-то там расслабиться, что нет, они будут играть, потому что эти будут играть, а эти за ними стремятся. Это вот эта вот иерархия, вот эта вот, посмотри, скажем так, ступенчатость развития команды очень важна, когда у нас есть возраст определенный, и под ним выстраивается все. А то, что касается вот Костяка, да, например, актива команды, ну, все прекрасно понимают, потому что финал есть финал. Каждая игра, она будет своя особенность, потому что у нас в расписании игрушек есть. Мы играем первый день с Грозным, второй день играем с Дагестаном, третий день играем с Собнинском, то есть вот они, все лидеры пошли подряд. Выходной день, Иваново, Майкоп. Вот наша пятерка игр, которая будет. И каждая игра, я, по-моему, уже был, когда здесь на программе, я говорил, что каждая игра, она не похожа. У каждого есть соперник, определенный со своей моделью, со своими особенностями. К каждой игре ты готовишься определенно, ты просматриваешь. То есть, например, если ты готовишься, например, дома там, да, вот раньше, как мы в вышке А играли, там, в Б, например, у нас две игры, да, то есть я моделирую ситуацию, моделирую соперника своего через второй состав, и что-то мы там крутим, примерно похоже, что-то было, знаете, ну, понимаешь, определенные акценты на что поставить. То есть сейчас этого нет возможности сделать, ты не моделируешь пять команд, это невозможно. То есть будешь каждый раз готовиться заново к новой команде. Утренняя тренировка, 45 минут дается на утренняя тренировка, не более, потому что шесть команд. Собрание команды, основные аспекты разбираешься, и пошел. И вот это вот самая важная психология пресловутая, без которой нельзя сыграть. Потому что, говорю, ну, можно все уметь делать, можно прекрасно бить, подавать, принимать, идеальным быть игроком, но, к сожалению, вот внутренний этот огонек, стерженек, он должен всегда присутствовать в спортсмене. И вот эти вот финалы, они и проявляют, они выявляют, вернее, эти качества у людей. Они действительно выявляют. Поэтому на это все и упор встраивается. А если про вас лично, ведь для вас-то тоже уже, бог знает, какой подряд финал шести, у вас какое-то волнение появляется вот при приближении финала шести, или вы абсолютно спокойно уже относитесь к очередным матчам в жизни вашей команды? Вы знаете, я вот себя в последнее время ловлю на таких мыслях интересных. Вот раньше, ну, это все с возрастом, с опытом, ты вот прям вот готовишься, вот именно морально, психологически еще, вот понимаете, вот еще начинаешь заранее. То есть за день, за два, что-то все. А сейчас, вы знаете, вот заходишь в зал, да, то есть я понимаю, ну, ты понимаешь, что есть работа определенная, которую ты должен сделать, согласно намеченному плану. То есть как план на игру и так далее все это делаешь. И ты вот заходишь с первых мячей, и ты понимаешь, что вот сейчас пойдет этот азарт. 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 Игротский. Не на площадке, а вот внутренний азарт тренера, понимаете, тоже ты вот играешь. И вот эти вещи, они раскручиваются. Вот в последнее время это все ближе к игре, ближе. Если раньше, говорю, это день, два было, то сейчас практически это уже идет с первого свистка. Даже раньше это было буквально еще, понимаете, может быть, даже в этом сезоне, начиная с утренней тренировки, это уже понимаешь, что все. А сейчас все проходит, и вот ты ждешь именно вот этого свистка. Свисток дали, ваша подача или ваш прием. Первый мяч, мы его забиваем, например, снимаемся, и вот оно пошло все, понимаете. И вот оно идет, 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 идет. Это вот чисто внутреннее состояние. Хотя так не всегда бывает. Ты сам это ждешь, этот момент. Здесь уже ты себя приказать не можешь, понимаете. Какая-то волна пошла, и вот это идет, идет, идет. Потому что, да, ну бывает, мы все люди, мы не безгрешны. Есть и негативные эмоции, и, к сожалению, она бывает перехлестывает. Вот ты стараешься это убирать, и вот быть, знаете, как вот команда играет, да? Тренер должен стоять над командой. Это безусловно, это определенно, потому что он управляет командой. Но нужно быть не только над командой, нужно быть над командой, и вот как-то вот в нее входить. Что вот ты понимаешь, что ты вот там седьмой на площадке человек. Хоть не по правилам, но ты седьмой стоишь. Подсказки, это понятно все. Но ты еще вот это стараешься своим вот этим внутренним что-то сделать туда, чтобы оно вытолкнуть. Потому что, ну, не забывайте, им 20-25, мне 47. Опыт, возраст все-таки это есть. И вот что-то вот заразить эмоции, заразить вот этим желанием играть. Заключительный вопрос. Ваши ожидания от финала шести? Интрига будет до последнего? Или, может быть, уже после Обнинска все вопросы отпадут? Ну, я вообще не хочу сейчас как бы не загадывать и не прогнозировать в этой ситуации, потому что это финал. Всякое может случиться. Абсолютно все, что угодно может случиться на финале. До финала. Кто как усилится, понимаете? А как они могут усилиться? Как бы до 15 февраля были все заявки сделаны. Фактически у нас является Иваново официально фармклубом команды «Вышли» и «Ярославич». Ну, по моей информации, вроде как бы усиления особого не ожидается. Вот. Те, как есть. То, что сварили, то и сыграли. Вот, например, сейчас тоже тур, пожалуйста, перед финалом. Иваново проигрывает в Тюмени 2-3. Предпоследней команде чемпионата. Ну, предпредпоследней команде чемпионата. Но Иваново будет цепляться за медали, наверное, прям зубами. У них задача стоит. Тем более сейчас они на четверку упали. Ну, это как бы... Но мы не забываем, что там и Грозный стоит задача. У них своя задача, им тоже надо. Они хотят туда за Дагестаном прицепиться. И Омниск, прошлогодний победитель, тоже как бы будет решать. Поэтому каких-то прогнозов я давать... Ну, не хочу. Я просто единственное хочу сказать, что действительно... Ну, это тоже по турнире таблицы видно, что Дагестан... В общем, ну, никого... Не, мы Дагестан уже, наверное, не берем. А вот второе, третье место и четвертое в том числе. И это может действительно все перевернуться. Вот просто вот так вот. Можно подраться. И я думаю, что драки будут. Ну, мне остается только пожелать, чтобы в этой драке, в хорошем смысле слова, поучаствовали и вы. Чтобы уже после Обнинского вы не превратились в туристов, которые поедут на заключительный тур уже чисто лицо сохранить. Мы за вас болеем, пусть на расстоянии, пусть онлайн, наблюдая игру, надеемся, что вы чувствуете, как мы пристально за вами следим, поддерживаем. Главное, чтобы у вас все получилось, чтобы не было травм, чтобы все, что вы умеете, вы показали. Спасибо. Будем стараться. Это марафон. Мы продолжаем подводить спортивные итоги минувшей недели. В Москве состоялось первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Воспитанница спортшколы номер 10 Анна Злобина стала обладательницей золотой медали весовой категории до 49 килограммов, одержав уверенные победы во всех поединках. Поход за трофеем Анна начала схваткой с Алиной Касьяновой из Приморского края. Поединок продлился полторы минуты. Далее ни одного балла воронежская спортсменка не отдала Дине Бикеевой. Из Краснодарского края победа снова оказалась досрочной. В четверть финале Злобина сразилась с Евгенией Горшковой из Татарстана и за 58 секунд уложила ее на лопатки. Лишь в полуфинале наша спортсменка позволила сопернице набрать баллы в копилке петербурженке Амелии Лаптевой оказалось 4 очка, но Злобина заработала в три раза больше. Еще одна представительница северной столицы Полина Бочкарева противостояла нашей Анне в финале, но схватка за золото продлилась только 38 секунд. Победа на тушае. А перед этим в Орле за медали первенства России боролись юноши. Среди тяжеловесов третье место занял Петр Долбилин. В одной восьмой финалу он взял верх над кемеровчанином Курбаном Алимутаевым. В четверть финале воронежец расправился с Османом Османовым из Дагестана, однако в полуфинале победная серия Петра прервалась. Он уступил Мафсару Сайдулаеву из Чечни, ставшему в итоге вторым. Представитель столицы Черноземья ввел 1-0, но за 40 секунд до конца поединка позволил сопернику счет сравнять. И по последнему результативному действию борьбу за золото продолжил Сайдулаев. Ну а Долбилин завершал турнир схваткой за бронзовую медаль с Мухаммадом Джалиловым из Дагестана. Здесь уже воронежец не испытал особых проблем, победив со счетом 10-0. Также в конце марта на коврах Владимира состоялось первенство России по борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. В весовой категории до 63 килограммов золотую медаль выиграл воронежец Егор Степанов. Он провел 4 схватки и во всех добился успеха. На групповом этапе наш спортсмен легко оставил неудел соперников из Татарстана и Орловской области. В полуфинале Егор уложил на лопатки борца из Москвы. Ну а в финале Степанов встретился с тамбовчанином Антоном Бубновым. До середины второго периода в решающей схватке сохранялась интрига. Счет был 3-0. Но в итоге Егор склонил чашу весов на свою сторону. 8-0. Не исключено, что наши борцы станут претендентами на звание народного чемпиона апреля. Ну а пока мы объявляем о старте голосования за лучшего спортсмена региона по итогам марта. Пятерка номинантов, как всегда, на загляденье. В ней каждый заслуживает ваших голосов. Народный чемпион – специальный проект программы «Марафон», в рамках которого мы определим лучшего спортсмена в Воронежской области. Для начала в каждом из 12 месяцев, а затем выберем достойнейшего уже из дюжины героев. Таким образом, по итогам года, один из наших земляков и будет удостоен громкого звания народный чемпион. По итогам марта в пятерку номинантов попали. Гимнастка Ангелина Мельникова на чемпионате России в Сочи. Наша титулованная спортсменка произвела настоящий фурор, завоевав сразу 4 медали высшей пробы, в том числе в личном многоборье. Также на счету Ангелины одна бронза. Бобслистка Елена Мамедова, она также блеснула в Сочи на чемпионате России, вернув себе звание сильнейшей разгоняющей страны. Мамедова отличилась в турнире женских двоек, а ранее она стала призером Кубка России всероссийской спартакиады. Самбист Аванес Абгарян в Брянске Воронежец уверенно победил на чемпионате России по боевому самбо. Он уже был ранее чемпионом Европы и обладателем Кубка мира, но чемпионом страны стал впервые и впервые завоевал путевку на чемпионат мира. Деквандистка Виктория Железнова на международном турнире в Болгарии представительница столицы Черноземья остановилась в шаге от золота, уступив в финале чемпионки Европы среди юниоров. Зато перед этим Виктория в Софии одержала три победы. Наконец, достойно представила наш регион в марте велосипедистка Наталья Фролова. Она заняла первое место в общем зачете вьетнамской многодневке Ви Вейс Кап. Наталья из десяти этапов один раз финишировала первой, еще дважды стала второй. Судьбу звания народный чемпион марта определят подписчики группы ТВ Губерния ВКонтакте. Проголосовать за лучшего спортсмена в Воронежской области можно вплоть до полудня среды 10 апреля. Ну а итоги подведем в следующем выпуске марафона. Ну и еще о героях воронежского спорта. Это в Оренбурге. Триумфом нашего земляка завершилось первенство России по тяжелой атлетике. Среди спортсменов 13-15 лет весовой категории свыше 102 килограммов 3 золота выиграл Кирилл Лаптанович. Он выходил на помост, когда соперники уже завершили борьбу. В первом упражнении рывке спортсмен из Калача справился с весом в 103 и в 107 килограммов, а вот поднять 113 не смог. Две успешных попытки Кирилл записал на свой счет и во втором движении. В толчке сначала ему покорилась штанга весом в 130 килограммов, затем в 136. В заключительном подходе Лаптанович штурмовал вес в 142 килограмма, но попытка оказалась неудачной. Сумма двоеборья нашего чемпиона составила в итоге 243 килограмма. Ставший вторым лепчанин Егор Ницепляев отстал от воронежцы сразу на 34 килограмма. Тем временем в Мурманске в рамках 89-го праздника Севера состоялся 50-й Мурманский лыжный марафон. В нынешнем году он собрал спортсменов из 69 регионов нашей страны, а также из Германии, Норвегии, Словакии, Австралии, Белоруссии, Грузии. Среди женщин высокое второе место заняла воронежская спортсменка Дарья Рогозина. 50 километров свободным стилем она преодолела за 2 часа 24 минуты и 13 секунд. Быстрее была только чемпионка страны и победительница Всемирной универсиады Екатерина Смирнова из Тюменской области 2 часа 20 минуты 41 секунда. При этом перед марафоном в Мурманске также состоялось несколько гонок в рамках всероссийских соревнований на дистанции в 10 километров. Классическим стилем наша Дарья снова стала второй ровно полминуты. Она проиграла москвичке Елизавете Маслаковой. Теперь о водных видах в Краснодаре Кубком России был открыт новый сезон гребли. Среди каноисток на дистанции 200 метров второе место заняла представительница Воронежской области Екатерина Шляпникова. Ее опередила только опытнейшая Олесь Армосенко из Краснодарского края, которая старше Екатерины сразу на 15 лет. А перед этим в заезде каноэ двоек на дистанции 500 метров третье место занял еще один воронежец Дмитрий Шаров в паре с Александром Боцом из Саратова. Параллельно в Сочи разыгрывали медали первого этапа Кубка России всероссийских соревнований по парусному спорту «Сочинская регата». В классе «Лайзер 4-7» победителем регата среди спортсменов до 18 лет стал воронежский яхтсмен Денис Иванов. В первой гонке он замкнул тройку лидеров, а вот в трех следующих показал лучший результат. В итоге завершил соревнование представитель столицы Черноземья с шестью баллами в активе. Ставший вторым Илья Кривобоков из Тольятти набрал 9 баллов. Он трижды финишировал вторым и один раз третьим. В этом же классе среди девушек до 16 лет в шаге от пьедестала остановилась наша Анастасия Александрова. А пятым в младшей группе среди юношей стал Денис Мальцев. Отлично выступили на прошлой неделе воронежские тэквондисты. В Одинцово на первенстве России среди юниоров и юниорок до 21 года второе место заняла Анна Крапивко. В первом круге она уверенно расправилась с Пазлият Гиреевой из Дагестана, не отдав ей ни одного балла. Далее Крапивко также в двух раундах взяла верх над москвичкой Викторией Хромых. В полуфинале воронежская тэквондистка победила многократного призера первенств России Дарью Замятину из Рязанской области. А вот в поединке за золото Анну постигла неудача. Она в упорной борьбе уступила в двух раундах бронзовому призеру чемпионата России Кристине Сергеевой из Самарской области. 1-3-0-2. Таким образом, в соревнованиях в Подмосковье Крапивко завершилась серебряной медалью, но при этом с путевкой на первенство Европы, которое пройдет в конце ноября в Боснии и Герцеговине. Тем временем в Рязани состоялось первенство России по тэквондо среди спортсменов 12-14 лет. В первый день на пьедестал поднялся наш Роман Хромых весовой категории до 65 килограммов. Он провел 4 поединка и лишь в полуфинале уступил Магомеду Джамалудинову из Дагестана, будущему победителю в данной категории. А вот среди девушек весит дом 37 килограммов, бронзовую медаль выиграла Александра Певченко. Она в шаге от финала проиграла с минимальным отставанием Евревякиной из Ростовской области. И в завершении выпуска от Зюдо в Ямном в последний день марта состоялся ежегодный областной юношеский турнир, посвященный святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому. В соревнованиях приняли участие больше 200 спортсменов из Черноземья, а также из Москвы и Московской области. Турнир в очередной раз прошел на очень высоком уровне и при достойной конкуренции побывала в Ямном и съемочная группа «Марафона». К такому количеству участников соревнований в спорткомплексе «Салют» в Ямном уже привыкли. Массовые соревнования в этих стенах уже стали традицией. Вот и в прошлые выходные в зале во время разминки буквально яблоку негде было упасть. Спортсмены из Москвы приехали в Воронежскую область полные амбиций. Так что еще до начала соревнований тщательно выполняли все задания тренера. Это активность, чтобы они немножко завелись. Наша задача, чтобы они подняли энергию, чтобы у них была цель к победе. Мы готовились к этому соревнованию очень тщательно, хорошо и хочется сегодня показать большой хороший результат. Поэтому пытались на разминке быстренько, на скорость восстановить те знания, которые мы приобретали, соответственно, и чтобы дети завелись. Самая главная задача, чтобы они были на энергии. Бронзовый призер чемпионата России, а сегодня уже тренер под дзюдо и самбо Георгий Никучадзе, в свое время учился в школе Олимпийского резерва города Дмитров вместе с нынешним руководителем федерации дзюдо Воронежской области Артемом Литинским. Так что ради встречи с товарищем он теперь регулярно приезжает в Воронеж. Но не один, а вместе с юными воспитанниками. Встретили гостей из столицы в нашем регионе, как всегда, радушно. Тепло встретили, очень хорошо разместились, и довольно комфортный, очень хороший большой зал. Дети очень довольны. Ну, плюс поездка для них это романтика, там, поезд и все остальное. Поэтому нет, все равно они классные. И, как бы, зная, что главный судья здесь Кузнецов Максим, я уверен, что все равно он проедет на очень хорошем уровне. Потому что это очень хороший судья, главный, а от него очень все зависит как раз про день соревнований. Я думаю, будет все очень классно. Ну, пока обстановка очень такая яркая, веселая. Детям очень нравится. Спасибо большое за это. Пусть нас так гостеприимно встретили. Областной турнир под дзюдо среди спортсменов 9-12 лет, посвященный святому благоверному князю Дмитрию Донскому, проводился уже в восьмой раз. Соревнования эти давно завоевали популярность в спортивной среде. Их полюбили как спортсмены, так и тренеры. Он уже стал ежегодным. Это очень здорово. И видите, что родители приводят, ведут людей. Потому что в это тяжелое для страны время все прекрасно понимают только одно. Это мы должны быть вместе, мы должны быть постоянно готовыми к таким катаклизмам, к таким ситуациям, которые происходят у нас в стране. И чем раньше мы поймем и головку нашим маленьким ребятишкам вложим, что они с этого возраста должны заниматься, потому что только сейчас они становятся патриотами и развивать эти качества для служения нашему отечеству. Здесь много всего заложено. Это развитие, популяризация дзюдо, развитие этих полевых качеств наших спортсменов. Также у нас приезжают на соревнования с Республики Беларусь, новых территорий ЛНР, ДНР. И развитие этих межрегиональных отношений, гуманитарных связей, патриотизма, что сейчас очень важно. Турнир не случайно назвали в честь Дмитрия Донского. Его роль в истории государства российского сложно переоценить. Яркая победа в Куликовской битве стала демонстрацией характера нашего народа и важным шагом к свержению монголо-татарского ига. Именно на таких примерах, уверены организаторы, надо воспитывать сегодняшнюю молодежь. Сегодня собирательный образ Дмитрия Донского, объединяющий свое время под своими знаменами не только подвиги Святой Руси, но и объединение всех тех княжеств, которые были разрознены и показываемы несостоятельность, это как никогда актуально в сегодняшнее время, что мы должны быть вместе, что мы должны быть едины, только тогда мы победим. А молодое поколение, глядя на нас взрослые, что мы об этом печемся, заботимся, традиции, эти свои чти, да, она как бы будет брать правильный пример и будет воспитываться правильным ростом, что сейчас очень нужно и необходимо для консолидации нашего общества. В этом году в соревнованиях приняли участие 220 юных спортсменов. Причем на татами выходили и мальчики, и девочки. Начинали маленький турнирчик, клубный был 60 участников. Самый большой это был в 2021 году, в 2022 году. 500 участников приезжало из 13 регионов. Вот так. Ну, планы у меня на следующий год турнир сделать всероссийским. Внушительная команда приехала в Ямное из Старого Оскола. За медали боролось больше 40 человек. В этом спорткомплексе они – частые гости и не раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Также у нас приехали соседние города Кубкин, также несколько человек из Белгорода приехали. Поэтому, ну, расчетно достойно. Внимание, тренеры, представители, тренеры. Мы уже не первый раз в турнире нравится. Во-первых, во всем татаре зайдите за ограждение. Недалеко от нас. Участники, пожалуйста, зайдите. Я вначале занималась гимнастикой, мне очень нравилось. А потом меня начал ругать тренер по гимнастике, и я перешла в зубу. Мне там больше понравилось. Это мой третий год занятия, и я сюда пошла только из-за того, что у меня почти вся семья занималась дедой, и мне тоже стало интересно, что это такое. На прошлых соревнованиях в Воронеже девочки из Старого Оскола заняли первые места в своих весовых категориях. С не меньшими целями они приехали на турнир и в этот раз. Чтобы занять первое место. Да, также занять первое место и порадовать семью. Каждый соперник достойный. Ну, так, с ними стоит побороться, чтобы получить большую работу. У меня тоже достойные соперники. Я могу проиграть, могу выиграть, но надеюсь, я выиграю. Вновь завоевать золото турнира в Ямном дзюдоисткам из Старого Оскола не удалось. Полина Бурдейная стала второй в весовой категории до 30 килограммов. Среди спортсменок 11-12 лет. Пропустив вперед Мирославу Познякову из Липецка. А вот Анастасия Зинина заняла третье место в весе до 36 килограммов. Впрочем, для всех участников турнир, проводимый в честь Дмитрия Донского, это очень хороший проверочный старт перед более значимыми соревнованиями. На нем всегда есть с кем побороться. Вместе с товарищами по команде серьезно готовился к турниру воронежский спортсмен Ярослав Бокарев. В дзюдо его привела мама, чтобы парень смог и за себя постоять, и за свою семью. Сейчас уже Ярослав с азартом постигает все тонкости этого вида спорта. Мы тренировались по часу, по два спорта. Мы изучали новые приемы, получали пояса. Недавно я получил желтый пояс. Бокарев очень старался, но у него получилось, увы, не все. В результате Ярослав смог замкнуть пятерку сильнейших. Но главное, он получил опыт, так необходимый в этом возрасте. Теперь ему, как и всем остальным участникам турнира, предстоит большая работа над ошибками, чтобы уже на следующих стартах поднять планку еще выше. Все самые свежие новости воронежского спорта на сайте tv-fiz-gubernia.ru И, конечно же, в нашем марафоне оставайтесь с нами. И всегда будете в курсе всех последних событий. Ведь мы знаем о спорте все.